Всем привет, друзья, с вами Варчик. В этом видео снова будем разбирать реплей, присланный вами, будем разбирать ошибки и вопрос, который задал игрок, приславший реплей, следующий. Как результат делать больше? Ну это, наверное, вопрос, который все хотят услышать на него ответ. В начале боя мы на Малиновке едем, на гору, стреляем в стандартный куст, где может быть ЛТшка, видим, что не все снаряды пролетают сквозь куст, значит мы каким-то снарядом попали в ЛТшку и, возможно, нанесли урон. Пару расстрельнули и нам нужно спешить быстрее на гору, поскольку союзники туда едут, значит будет возможность поиграть от нашей крепкой башни, нам нужно туда спешить. Но наш герой делает ошибку, он слишком много времени уделяет стрельбе, лишь бы там куда-то там по ЛТшкам, вдаль, по каким-то кустам, блайнды. Это должно быть просто на ходу, пару раз стрельнул, нанес, нанес, нет-нет и поехал. Но наш герой слишком сильно на это сосредоточился и потратил много времени и уже мог бы подъезжать к горе и начинать встречать врагов от башни. Но в этом бою получится так, что из-за очень огромного количества потраченного времени в никуда, мы не сможем прям въехать на самый верх и встречать врагов от башни. А просто будет примерно равная позиционная игра от башни, но все же пару союзников проедет к мельнице и это будет ключевым моментом, почему мы выиграем в этом бою гору. Но наш герой не будет ключевым победителем горы, ключевые будут союзники, потому что они ехали без остановки и взяли мельницу, не дали врагам проехать за нее, чтобы удобно убивать. А наши союзники проехали, чтобы удобно убивать. Здесь непонятные выстрелы в колесников, когда у нас пушка не опускается, непонятно зачем, снова мы тратим на это время. Также еще сразу, 2200 среднего урона у нашего героя, ему это не нравится, он хочет больше, но за последние там боев 50 примерно, у него средуха 2800. Это значит, что он уже получше стал играть в последнее время, это значит, что он молодец и развивается. Но чтобы развиваться еще больше, нужно зарядить больше голды. Да, а что вы хотели от меня услышать, что оно само там набьется? Вот мы едем на гору, мы едем на гору, против нас куча тяжей, мы будем играть от башни, там есть бронированные танки. И нам нужно зарядить уже голду, и все время, сколько мы на горе находимся, нужно стрелять голдой. Для того, чтобы повысить наши шансы пробить, пробивать, наносить урон. Чем чаще мы пробиваем, наносим урон, тем быстрее мы получаем преимущество над врагом. Но если мы стреляем не голдой, играя от башенки против врагов, которые тоже играют там от башни и сильно не подставляются, то мы не так часто будем наносить урон. Здесь можно бы выехать понаглее и четко стрельнуть в борт, враги все отвлечены. Слева на нас танчик выезжаем, мы вроде как это замечаем, отъезжаем. Но в целом наша стрельба будет не особо результативной, потому что мы мало стреляли голдой. Один раз стрельнули голдинкой, там что-то не пробили, и опять стреляем не голдой. Жалеем нашу голду, пытаемся куда-то там попасть, попадаем в лючок, не пробиваем. И в целом, вот сейчас, вот сейчас можно было стрелять в ИС-3-2, он подставился щекой. Мы уже выцелили эту щеку, но зачем-то перевелись на другой танк. Зачем мы это сделали, если мы уже просто нажимаем кнопку и наносим урон, теперь назад переводимся опять на этот танк, стреляем в него. Мы снова потратили лишнее время. Если бы мы зарядили голду и пробили хотя бы один лишний выстрел, мы бы меньше потратили времени, чтобы поубивать всех этих врагов. Тем самым, мы бы еще не делили урон с союзниками. Пока мы тут занимаемся непробитиями, рикошетами, непопаданиями и так далее, врагов дамажат еще и союзники. Каждый раз, пока мы там стреляем, перезаряжаемся, идет время. Нам нужно быстрее набивать урон. Для этого нужно больше голды, играть более нагло. Нужно было агрессивнее здесь от башни выезжать и играть. Слишком сильно, конечно, тоже не надо там корпус выкатывать наверх, чтобы нам НЛД пробивали и так далее. Но в этом бою можно было быстрее приехать на гору. Зарядить больше голды. Выкатываться чуть наглее, когда враги подставляются и не зацелили нас, а стоят бочиной в начале. При помощи голды мы бы чаще пробивали и у нас было бы больше урона. Наконец-то попадаем в этот проклятый лючок и наносим урон с третьего раза там или с какого. И вот получается, что мы 4 минуты боя провели, а у нас всего лишь 900 урона. Наносим еще 300-1200. Хотя могло быть уже намного больше. Тем более, что у нашего танка не особо большая альфа, да и в целом ДПМ небольшой. Здесь снова ошибка в выстреле и опять мы наш небольшой ДПМ уменьшаем еще сильнее. Мы стреляем в этот домик. Было видно, что здесь дом за кустом. Мы поспешили, стрельнули в него и опять уходим на КД. Столько урона уходит у нас просто. Прям из рук и забирают урон. И мы сами его отдаем, потому что просто занимаемся ерундой. Наконец-то наносим урон и всего лишь 1500 урона. Хотя уже практически 5 минут боя прошло. Выцеливаем здесь лючок Тайпу 59. Хотя мы могли бы просто наглее выехать. Это же Тайп 59. Он стреляет в нас фугасами. Нужно наглее действовать. Выкатываемся, даем ему в корпус. Отлично. Из 3 КД надо выезжать, его добивать. Выезжаем, стреляем. Получаем от Тайпа 59. Ничего страшного, немного разменялись. Но нужно наглее, агрессивнее действовать, наносить урон. Быстрее. Тут уже почти никого не осталось. А урона у нас 2000. Столько, много времени мы здесь провели. А урона всего лишь 2000. Потому что мы запороли пару выстрелов сами. Один выстрел мы долго там не решались в кого стрелять. Плюс мы стреляли практически всегда не голдой. Сейчас мы подзарядили, пару расстрельнули голдой, когда уже можно было в принципе и без нее. Мы приехали куда надо. Вроде бы стреляясь с врагами. Но делали мы это неаккуратно. Делали это не четко. Делали это не вовремя и долго. И приехали на гору в целом тоже не вовремя. Вот и получается, что у нас нету среднего урона высокого. Потому что мы сами занижаем свой ДПМ. Потому что не используем нужное количество голды. Это раз. Второе. Неуверенно стреляем. Недостаточно нагло и агрессивно действуем на танках, которые это могут. Также еще в целом как-то по фокусу мы разбирали врагов не очень. Здесь снова мы почему-то очень много времени стоим и ничего не делаем. Хотя мы прогнали всех врагов. Нужно было уже давным-давно от башенки прочекать, есть тут кто-то или нет. И ехать вперед агрессивнее действовать. Мы слишком сильно делаем все медленно. Очень много времени тратим ни на что. Слишком аккуратно. Находим наконец-то здесь вражеского тяжа, которого мы могли найти несколько минут назад. И он скатывается назад. Нам нужно ехать вперед. Нужно играть. Но мы вместо того, чтобы действовать агрессивно, действуем очень пассивно. Чтобы набивать много урона, нужно играть агрессивней. Да, мы по первой будем ошибок допускать больше, но нужно разбирать реплеи свои и думать. Вот здесь не нужно стоять, поскольку у нас нету кустов. У врагов есть кусты. Расстояние здесь большое, чтобы просветить через кусты и деревья. Нужно выглянуть от башни и сразу заезжать назад и смотреть, лампочка загорится или нет. Мы выехали, стоим. Че мы стоим? Ждем, когда нам прилетит на пол лица. Делаем выстрел, засвечиваемся. Это хорошо, что нам ничего не прилетело. Так действовать, как сейчас наш герой делал, нельзя. Нужно спускаться вниз и ехать светить. Доигрывать бой. Либо нужно было нагло сразу проехать вперед, упасть налево и ехать слева светить. Либо нужно вернуться назад и сзади спуститься и подъехать к воде и светить оттуда. Но мы тратим очень много времени. Пока мы тратим очень много времени на то, чтобы не убивать врагов. Во-первых, мы затягиваем бой и даем возможность дамажить союзникам, вместо того, чтобы дамажить самим. Это раз. Второе. Мы даем возможность врагам что-то сделать и попробовать затащить бой. Это значит, что мы уменьшаем свой процент побед. И в-третьих, пока мы занимаемся какой-то чепухой, мы в принципе сами себе не наносим урон, поэтому вот его и нет. Здесь подъехали, чекнули, стрельнули. Нужно отъезжать, не нужно стоять. Нужно сразу выехал, на лампочку чекнул, стрельнул, не стрельнул, заехал назад. Нету лампочки, поехал вперед. Все, нужно быстрее и агрессивнее все делать. Жестче, быстрее, четче. И когда начнешь агрессивнее действовать и больше урона набивать, конечно, иногда будешь ошибаться. Но нужно разбирать свои реплеи и, глядя на свои реплеи, думать, как можно было бы сделать лучше. Ошибся, не ошибся, правильно стрельнул, неправильно. Нужно смотреть свои бои и думать, самому разбирать, как делают, в принципе, киберспортсмены во всех играх. Они смотрят повторы и разбирают, что было правильно, что неправильно, и как нужно было лучше, можно было лучше. И что в принципе произошло по ситуации Что нужно было делать Все игроки, которые хорошо играют, все разбирают свои игры Они либо прям во время боя понимают, что произошло хорошее, плохое и что нужно было изменить Либо потом после игры разбирают реплеи и думают, как нужно было сделать лучше И тогда будет развитие Мы в принципе нанесли 2700 урона Это в принципе неплохой результат Но просто неплохой результат Ну и в конце коротко, что нужно, чтобы урона было больше Играть агрессивней, четче, больше голды Не тратить кучу времени на какую-то чепуху Играть со своей кучей голды фланги с тяжами будет больше урона Ехать туда, куда едут союзники Не кататься самому там где-то нигде Если фланг выигрывается, агрессивней поддавливать и думать, как это можно сделать безопасно Если фланг проигрывается, то нужно заранее отступать в хорошие позиции Чтобы хорошо встречать врага и еще дамажить и дамажить Пока до конца не сдохнешь Вот поэтому данного игрока не хватает урона Потому что он все эти вещи не делает И самое главное разбирать свои бои, где были ошибки С вами был Варчик, играть красиво Всем пока Субтитры создавал DimaTorzok